Улица Комсомольская, центр города Кропоткин. Обычный частный дом, но если мы зайдем в калитку, то там увидим единственный в России памятник красноармейцам, который находится на приусадебном участке. Охраняет покой павших бойцов третье поколение семьи Зырянвых-Долбниных. Вот уже 80 лет ухаживают за братской могилой. На шести сотках настоящий парк с вечно зелеными растениями. Посреди монумент, на нем фото и девять имен рядовых и сержантов. Этот памятник поставили где-то в конце 50-х годов. В 59-х год туда-сюда. И на них было вот это четыре фамилии. А потом, когда архивы стали поднимать, а потом уже, как грубо говоря, в 75-м году добавились вот эти товарищи. Раз, два, три, четыре. А конек вот это он был пятым. Николай Долбнин, внук Валентины Зыряновой, это она, в январе 1943-го дала добро на захоронение красноармейцев на личном подворье. Тогда планировалось, что временно останки бойцов 10-го гвардейского стрелкового корпуса зарыли в воронку от авиабомбы. Фашисты скинули ее на дом, в котором разместились почти два десятка советских солдат. Валентина Зырянова сама была ранена в руку. В Кропоткинском краеведческом музее хранятся фото, как Валентина Зырянова встречает молодоженов со всего города у домашнего памятника. Сюда приезжали возлагать цветы и устраивали памятные митинги пионеры и родные погибших. Уже 20 лет не приезжают на братскую могилу родственники бойцов из Луганска, Азербайджана, Кабардино-Балкарии. Приходят только местные школьники. За объектом культурного наследия регионального значения внук Валентины Зыряновой ухаживает своими силами. Заделывает щели в старом монументе, поменял тротуарную плитку. Николай Долбнин по семейным обстоятельствам хочет уехать из Кропоткина и продать участок с домом, но только в добрые руки, пока его не готова приобрести даже местная мэрия.